Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Значит, ввиду некоторой информации, которая описывается в тексте, я не считаю возможным её зачитывать, потому что, на мой взгляд, это информация интимного характера, и, соответственно, я не считаю возможным об этом говорить. Значит, пишет автор вопроса, говорит о том, что её мужчина поднадрел видео специфического характера интимного, и теперь она чувствует некоторое переживание, боится определённых последствий, и, соответственно, рассказывает некоторые детали своих отношений со своим парнем, говорит о том, что он её ревнует, а она его ревнует. То есть, вот, обнажения не идеальные, и где-то они ссорятся. Вот. Значит, смотрите. Данная ситуация, ну, скажем так, в отрыве, от какой-то вот вашей ситуации, вашей личной ситуации, является, конечно, неприятной. И я думаю, что необходимо это обсудить. Вот. Ну, я имею в виду, я имею в виду вам, вам с вашим молодым человеком. Нужно это обсудить. Вот. Поговорить и прояснить эти моменты. Вот. Да, как бы. Ну, если вас это беспокоит. Вот. Если вас это тревожит, то об этом нужно поговорить, потому что оставлять это, на мой взгляд, не есть хорошо. Для ваших отношений. Вот. Потому что, ну, вас это беспокоит, вас это тревожит. Вот. Соответственно, вы, ну, имеете, в принципе, право, да, имеете основания беспокоиться. Вот. Вот. Даже если там ничего нет, то все равно. Вот. Ну, другой вопрос. На мой взгляд, другой, более важный вопрос. Включается в том, что вы ревнуете. Вот. И вот то, что вы ревнуете, является, конечно, проблемой. То есть это говорит о том, что у вас может быть и некоторая тревожность, у вас может быть и некоторая неуверенность в себе, у вас могут быть и некоторые сомнения в себе. И страхи у вас могут быть. То есть это вот такая проблематика. Соответственно, отсюда же могут происходить и ваши страхи. Какие-то. То есть вот то, что вы описываете, может быть результатом именно вашей тревоги, которая сейчас нашла выход. Ну, для себя. То есть ваша тревожность, она ищет выход. Вот. И она его находит. Конечно. То есть как бы это нормально. В данном случае. Поэтому мне кажется, что в любом случае вам с уверенностью в себе и со своими страхами, да, так скажем, с природой. Вот. Вот. Ревности. Желательно поработать. Чтобы вам это не мешало, чтобы вас это не мучило. Вот. И отношения тогда с вашим мужчиной у вас будут, вероятно, более качественными, более доверительными. И в них не будет ссор в том виде, в каком они есть сейчас. Вот. То есть вы научитесь, возможно, более экологично работать. Вот. Со своими эмоциями. Вот. Со своими эмоциями. Вот. А теперь быть их выражать. Вот. Вот. Чего сейчас, да, вот вы, к сожалению, не делаете и от чего вам, в общем-то, тревожно, от чего вам, в общем-то, болезни. Тяжело. Вот. И вы пытаетесь, вот, как-то уйти. Вы пытаетесь, как-то уйти в какие-то объяснения, да. Вот. Но, само собой, никогда нет какого-то подтверждения, да, и всегда есть, вот, какие-то вероятности, да, вероятность того, что вы не правы и так далее. Вот. То есть такая, такая вот, к сожалению, история. Здесь вот никак. На мой взгляд. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.